Привет, друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня у меня день поездок. Сейчас я встал по дороге в парковочке. Ездила в центр занятости сегодня, и у меня родилась одна идея рассказать вам о моей первой халтуре в Норвегии. Хочу вам рассказать, ой, как я халтурила в Норвегии. История, конечно, незабываемая, я, наверное, никогда не забуду. Этот эпизод в моей жизни я буду помнить всю свою жизнь. Я только приехала в Норвегию, пока немножечко обжилась. Вот. И мне предложили заработать денег. У меня муж работал на тот момент у одного частного предпринимателя, у которого... Что за трафик сегодня? Он занимался многим. И одно из его направлений — это была недвижимость. Он сдавал квартиры на всякие комнаты. Как мы в Крещатике разъездились. Ребята, это моя очередь. Вот. И вот как-то одни жильцы пожаловали, что в их доме присутствует какой-то непонятный запах. Вот воняет, и всё. А получилось так, что там один дом, общая как бы прихожая и дом на две квартиры. И вот в этой прихожей просто воняло невыносимо, и они не могли понять, чем это воняет. И эти жильцы попросили моего мужа разобраться в этой ситуации. А так как в Норвегии законны для того, чтобы их соблюдали, если даже это твоя квартира, да, но ты сдаёшь кому-то её в аренду, ты просто так зайти не можешь. Тебе нужна для этого какая-то причина. И вот мой муж придумал причину, что там какой-то кран надо поменять, что-то почистить, и он попал в эту квартиру. Вот для чего он мне позвонил и говорит, слушай, заработать хочешь? Я говорю, ну кто не хочет, смотря сколько ты платишь и что нужно делать. Он говорит, ну убирать надо, надо убраться в одном доме, в одной квартире. Платить, говорит, это вопрос такой риторический, потому что ты в любом случае заработаешь, даже без моей зарплаты, столько, сколько люди зарабатывают за два-три дня работы своей. Говорит, ну что-то ты меня уже заинтересовал. Говорит, только ты сейчас приедешь ко мне, не забудь с собой взять резиновые сапоги. Он больше мне деталей не сообщил, он меня там в другом городе, не в нашем было, забрал меня на остановке и мы подъехали к этому дому. И я так почему-то напряглась, потому что мой муж водил, рабочая у него машина был пикап с таким прицепчиком, а тут он к этому пикапу еще и прицепил очень длинную тележку. Это тележка как-то называется, рецепт. Думаю, что это он тут мутит, темнит, не говорит мне правду. Мы подъехали к этому дому и он говорит, тебе нужно дополнительные средства защиты. Он достал мне такой комбинезон, знаете, на замке, потому что домой приехала. Достал мне резиновые рукавицы и достал мне лопату, которой снег чистить надо. Я ему говорю, мы что, труп будем какой-то гнилой отшкрябывать? Он говорит, ты меня пугаешь, чувак. Он говорит, ты сейчас зайдешь в этот дом и все поймешь. В общем, я зашла в этот общий прихожий, действительно запах присутствовал, какой-то такой непонятный. В общем, я открыла дверь, сейчас я вам немножко опишу планировку этой квартиры. В общем, заходите, вы попадаете в небольшую такую прихожую, я не знаю, может на 2 квадратных метра, может чуть больше. Из этой прихожей вы попадаете в прямоугольную гостиную и уже поворачиваете налево. Идет выход или вход на кухню. Соседняя дверь это вход в ванную и в туалет. Немножко по-дурацкому, а уже из ванной и туалета выход в спальню. И вот когда я зашла в прихожую, стоят тапочки, висят какие-то курточки, вроде все нормально на первый взгляд. И тут я захожу в гостиную и первое мое слово это было пиздец. Конечно, на тот момент это было сказано немножко в другой форме. Обстановка в гостиной стоит телевизор, перед телевизором стоит кожаное кресло. В норвегии они называются Ленна стуль. Не помню, что-то еще было из мебели сейчас, но это не так важно. И от этого стула на кухню и в туалет ведет тоненькая-тоненькая такая тропинка. Все остальное это мусор по колено в виде банок из-под пива. Это реально по колено. В углу, знаете, гора поднималась еще выше. Я потом расскажу, что было там в этом углу. В общем, пивные банки, бутылки двухлитровые из-под кока-колы 0,5 бутылки. Потом на полу валяются снюс. В Норвегии не только курят сигареты, а есть еще такие подушечки, набитые табаком. Они чуть меньше, чем жевательная резинка в подушечках. Их засовывают между губой и зубами. И таким способом организм получает никотин через кровь. Она быстро всасывается через ротовую полость, нежели курить. И так ты можешь получить дозу никотина в любом месте. В магазине, в школе, на работе. Засунул себе подушечку и ходишь, балдеешь. Валяется этот пожеванный табак. Носки. И захожу я в этом комбинезоне. Блин, что у меня слова забываются. В капюшоне. Рукавицы резиновые, помню, желтый по локоть. В резиновых сапогах. И с лопатой. И просто не понимаю, как так можно. Захожу на кухню, там еще хуже. Там вообще чувак питался только полуфабрикатами. То, что можно было просто разогреть в микроволновке. И там не хватало на кухне какой-то части мебели. То есть стоит кухонная мебель. Отсутствует какая-то секция. Видно, там стоял когда-то мусорное ведро. И он туда скидывал. Мусорное ведро, конечно, все наполнилось. Потом это все начало выходить за пределы мусорного ведра. И это потом реально сравнялось. Вот эта вот дырка, да. Она сравнялась реально вот с уровнем, с остальной мебелью было. Ванидла, конечно, неописуемая. Благо, что в Норвегии банки из-под пива или под лимонада их можно сдать. Стоимость у них одна норвежская крона за вот эту вот жестяную баночку. По-моему, за большую бутылку из-под лимонада 2,5 кроны. И за маленькую 0,5 кроны. Сейчас как-то не помню я. Но это тоже не так важно. Вот. И мы начали, конечно, это все сортировать. Банки, боже, эти бутылки. И в кульки складывать. Ну, а все остальное, что оставалось, уже лопатами мы загребали. Оказывается, там и ковер еще нашелся. Когда я добралась до угла, там, где гора с банок этих подымалась выше, там оказался стеклянный стол, который реально был завален этими жестяными банками. Я клянусь вам. Я думала, что такое можно увидеть на канале ТЛС, когда люди, там, какие-то у них болезни, они домой все тянут мусор. Я думала, что это какая-то часть наиграна. А здесь реально живое ток-шо. Вот. И муж мой говорит, когда я попал под предлогом того, что мне надо поменять там кран какой-то, да, говорит, я просто офигел. И, естественно, он этому мужику, который там жил, мужчина, при этом он нормальный, он ходит на работу, он зарабатывает деньги с виду, он нормальный. Мужик не скажет, что у него какие-то особенные тараканы в голове. Вот. И он ему, конечно, написал предупреждение, что ему или нужно убраться, или съехать, что равносильно уборке. И этот мужчина попросил у моего мужа помощи, чтобы кто-то пришел и убрался. Он готов за это заплатить, потому что он сам не в состоянии убрать это. Когда мы это все закончили, конечно, никакой там кристальной уборки не было. Мы убирали только большой мусор, пыли мы уже там никто не протирал. Когда я зашла в туалет, там сам унитаз, он покрылся мехом. Реально, там шерсть какая-то вот на этой внутренней части. Я открыла крышку, закрыла и говорю, вы знаете, здесь... Ну, об этом нужно отдельно договариваться. Потому что реально там... Я говорю, если этот мужик съедет, просто демонтировать этот унитаз, выбросить и поставить. Ну, вообще тут, наверное, будет капитальный ремонт сделать. Потому что мне кажется, что подмыть его надо серная кислота. Хотя нормальный мужик норвежец, не какой-то там с пальмы спустившийся иммигрант. Я собрала эти бутылки, грузили в большие мы мешки для мусора. Я на этих банках заработала около чуть больше трех тысяч норвежских крон. При том, что одна жественная баночка стоит одну крону. Представляете, да? В один этот мешок у меня помещалось где-то банок этих на 300 крон плюс. Я ездила со своим мужем по всей округе здесь, по всем магазинам. Потому что в магазине стоят такие автоматы, куда ты кладешь эту баночку. Она прессуется. Можете посмотреть, у меня есть видео о мусоре в Норвегии. Там я показываю, как люди сдают банки. Вот. Потому что моему мужу было стыдно. Он говорит, я даже с машины не выйду, иди сама сдавай. Потому что меня много кто здесь знает. И скажут, что я страдаю алкоголизмом. Я вот стояла, жик-жик. Не знаю, минут 20 занимает. Потому что этот аппарат, он когда наполняется, он останавливается. Нужно поменять что-то. Не знаю, как там середина работает. Вот. И когда ты стоишь, и за тобой люди видят этот мешок. И с таким, ну да, девочка, ты, конечно, бухаешь. Или там, нет ли у тебя каких-то проблем с алкоголем. Я там стояла и говорила, да, у нас вечеринка была. Заработала я на этих банках деньги. Первая моя халтура удалась. Конечно, единственная просьба этого мужчины была. Не фотографировать. Никому об этом не говорить. И вообще, ну понятно, что никакие фотографии нет. Ну поверьте. То, что я увидела, это реально... Такое можно увидеть только в каком-нибудь ток-шоу. Ну... Ну... Конечно, мы убрали. Запах немножко... Улетучился, потому что запах вот... Остатков пива. Я-то воснулся, может, наверное, и грязных носков. Я потом спрашивала мужа, наведайся к этому мужчине еще раз. Может, ему нужна помощь. Ну, короче... Люди... Мы такие все разные. Мы такие все странные. И... У каждого есть свои заморочки. Но... И это прикольно. Потому что, если бы мы были все похожи на друг друга, я думаю, что мир был бы намного скучнее. А так, есть с кого и с чего посмеяться. Спасибо большое, что просмотрели это видео. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Мне очень приятно, что вы комментируете мои видео. Не забудьте поставить лайк. И до новых встреч. Пока.